Война между Россией и Украиной вновь вызвала обеспокоенность по поводу финансируемых Пентагоном биологических лабораторий в Украине. В марте официальный представитель Министерства обороны России Игорь Коношенков заявил, в ходе спецвойсковой операции были получены доказательства поспешных мер Киева по сокрытию любых следов финансирования военно-биологической программы Министерства обороны США, раскрытой в Украине. Москва заявила, что лабораториям было приказано срочно уничтожить опасные патогены после начавшейся 24 февраля операции. Которые подтверждают, что на территории Украины сформировалась сеть из по крайней мере 30 биологических лабораторий, в которых проводятся крайне опасные биологические эксперименты, нацеленные на усиление патогенных свойств чумы, сибирской язвы, тулеремии, холеры и других смертельных болезней с использованием синтетической биологии. Белый дом, как и ожидалось, выступил с официальным опровержением таких лабораторий, которыми руководят американцы. Затем бывший представитель демократической партии Тулси Габбард написала в Твиттере, что существование более 25 биолабораторий, финансируемых США в Украине, является неоспоримым фактом, и власти США должны принять немедленные меры для обеспечения безопасности этих объектов, чтобы предотвратить катастрофу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В середине апреля командующий войсками радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил Российской Федерации Игорь Кириллов раскрыл некоторые подробности американского проекта 3007, проекта мониторинга эпидемиологической и экологической ситуации по особо опасным заболеваниям, передающимся через воду в Украине. Что ясно, с 2005 года Соединенные Штаты инвестировали около 200 миллионов долларов США в Украину, поддерживая десятки украинских лабораторий, медицинских учреждений и диагностических центров, рискуя утечкой. Неоднократно фиксировались утечки. Еще в 2009 году на Украине, вот в Тернополе, была вспышка геморрагической пневмонии, от которой погибло 450 человек. Потом проверка, которую провело правительство Украины, комиссия установила, что, оказывается, из одной из этих лабораторий вытяжка шла прямо в детское дошкольное учреждение, и пострадали дети. В тот момент американцы закрыли эту лабораторию, что тоже косвенно свидетельствует о том, что они были причастны к этой эпидемии. Важно еще отметить такой момент, что эти лаборатории, они частные. Это частные подрядчики Пентагона. Но они все американские сотрудники с дипломатическими паспортами. То есть в лабораториях третьего, четвертого уровня биобезопасности, то есть есть отсеки, куда допускаются только американцы, то есть есть там открытые, так сказать, где ведутся разработки. А то, что в закрытых отсеках, туда попадают только американцы. То есть там у них дифференцировано. У США также есть крупная биолаборатория в Джорджии, центр Ричарда Лугара. Всего несколько лет назад в Грузии произошли загадочные вспышки болезней, в результате которых погиб домашний скот и возникла угроза жизни людей. На днях мои друзья из Грузии передали мне документы, касающиеся работы так называемого Центра исследования общественного здоровья имени Ричарда Лугара, построенного в окрестностях города Тбилиси и официально функционирующего с 2011 года. Заказчиком создания подобных медицинских центров за пределами США выступает агентство по уменьшению угроз. Ранее оно называлось агентство специального оружия, которое является одной из структур Министерства обороны США. Журнал Евразии «Ревьюв» сообщал, что в 2014 году в центре Лугара был оборудован специальный завод по разведению насекомых, что позволило запустить проект «Песчаная муха» в Грузии и на Кавказе. Российские специалисты не исключают возможности использования военными США клопа «Вонючки» в качестве биологического оружия. Пару лет назад в России и Южной Осетии были обнаружены комары с вирусом Зика, вызывающие вспышки гриппа среди людей и животных. Американские биологические лаборатории в таких странах, как Южная Корея, вызвали серьезные опасения у местных жителей. Я знаю, что есть большая разница в структуре между СССР и Южной Осетии, но я думаю, что это происходит еще более четко. Эти антракт экспериментам ускорбов, что есть много инновационных событий, что глубже мы идем в это, больше мы можем видеть как вирус СССР и Южной Осетии. Мы можем видеть Американские отношения в том, что они не обсуждают Korean laws. В течение многих лет Москва и Пекин предупреждали о скоплении таких биолабораторий, утверждая, что биологическая деятельность военного ведомства США вблизи границ представляет серьезную угрозу их безопасности. США в течение четырех десятилетий пытались не допустить создания в рамках конвенции о биологическом оружии контрольного механизма. Из 182 стран, подписавших конвенцию, США – единственная, которая вышла из переговоров по такому механизму в 2001 году. США – единственная, это очень высокие от динамers. США – единственная, в конце концов, в последний этап, включая поставки данные, о которой из количества требований на ценах имеются, о чем всё количество количество п Aah-Kun對 экране. Это в течение обучения gäller обучениях. widthа своей админицею на ценах, это может подставить обучение определенные обучения. В последнее, в данный момент, США – единственная, США – единственная, если англазия с динамers обучениях, то в какой человек, то на экологическом англазии на окталах , Но Россия не может решить. Более 273 тысяч человек, убив 158, включая 101 ребенка. В последнем случае, по данным ВОЗ, штамм возбудителя ОСПО-обезьян был завезен из Нигерии, где США развернули свою биологическую инфраструктуру. По словам начальника войск радиационной, химической и биологической защиты России Игоря Кириллова, отсутствие должного контроля и нарушение требований биобезопасности в США могут привести к использованию этого возбудителя в террористических целях. В период с 2014 по 2021 годы неучтенные флаконы, содержащие вирус, неоднократно обнаруживались в лабораториях управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, Медицинского научно-исследовательского института инфекционных заболеваний армии США в Мерлинде и Центра исследований вакцин в Пельсильвании. Недавнее сообщение России о финансируемых США биолабораториях в Украине и других странах вызвало беспокойство во всем мире. Международное сообщество должно потребовать правды, а об этих секретных биолабораториях пока не стало слишком поздно.